Важное решение принимают представители партии «Единая Россия», формируют список кандидатов-депутатов на выборы в Московскую областную думу 6-го созыва. Более 300 делегатов из первичных отделений партии приняли участие в тайном голосовании. Присоединился к конференции и член бюро Высшего совета «Единой России» Андрей Воробьев. Хочу обратиться к партнерам, к членам партии, ко всем, не безразлично, судьбам в Москве. Выборы – это еще один шанс заручиться доверием, заручиться поддержкой людей. Как известно, доверие – это самое дорогое, на что можно рассчитывать власти. Андрей Воробьев отметил, что большая работа областным отделением партии была проделана в рамках предварительного голосования, на основании которого и составлялись списки кандидатов. В единый общеобластной партийный список вошли 78 претендентов, во втором обозначены 25 кандидатов, которые идут по одномандатным округам. На территории Щелковского района расположились 1-й Балашихинский, 14-й Ногинский и 17-й Пушкинский округа. В качестве кандидатов по ним партия выдвинула Владимира Шапкина, Ивана Жукова и Ирину Слуцкую соответственно. Я хочу поздравить всех этих кандидатов, желать им только победы. У нас задача непростая, но я уверена, что такая мощная организация, такой потенциал, безусловно, нам в этом поможет. Поэтому только победы желаю. Также в рамках конференции «Единороссы» утвердили предвыборную программу партии. В нее вошли 10 пунктов, касающихся развития дорожно-транспортного хозяйства, ЖКХ, образования, здравоохранения и экономики региона в целом. Мы очень серьезно занимаемся созданием индустриальных партов в целом и экономических зонах. Все-таки экономика всему голову. И каждый на местах должен понять, что с приходом малого, среднего бизнеса, создание рабочих мест, мощной экономики, климата, когда приятного, мы можем рассчитывать на совершенно другие возможности нашего муниципального, регионального, консолидированного режима. Также в качестве самых насущных вопросов Андрей Воробьев отметил реформу сферы ЖКХ, расселение ветхого жилья, состояние подмосковных дорог, доступность медицины и рост числа рабочих мест. Александр Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».